Здравствуйте! Меня зовут Курбанова Томила Халилуна. Я воспитатель младшей группы номер 9, корпуса 14, школа 14-20. Сегодня я вам предлагаю сделать макет солнечной системы, а точнее слепить его. Для этого нам понадобятся краски гуашь, шпажки, набор пластилина, кисточка, щетка и бумага формата А3. Перед началом изготовления самого макета я предлагаю вам ознакомиться вообще с солнечной системой, с самими планетами. Готовы? Наша планета Земля, на которой мы живем, входит в состав солнечной системы. В центре солнечной системы ярко светит горячая звезда Солнца. Вокруг него на разном расстоянии от Солнца вращаются 8 главных планет. Перед тем, как приступить к работе, ребята, давайте мы с вами разомнем наши пальчики. Мы наши пальчики сплели и вытянули ручки. Ну а теперь мы от земли отталкиваем тучки. Разомните их еще чуть-чуть. Все, приступаем. Здесь мы с вами готовим фон для нашего макета. Он очень гармонично будет смотреться. Берем краски. Начинаю наносить черную и синюю краску с большим количеством воды по всей поверхности листа, пытаясь создать оттенки цветов. После того, как рисунок высох полностью, рисуем звезды. Это можно сделать с помощью зубной щетки и белой краски. Наше звездное небо готово. Первое будет Солнце. Сердце нашей системы. Его можно изобразить в виде простого оранжевого шарика. Дальше. Наиболее приближен к Солнцу Меркурий. Маленькая планета такого же огненного цвета. Чтобы создать шарик, смешать оранжевый пластилин с небольшим количеством коричневого. Меркурий, как я уже сказала, самая маленькая планета. Названа она в честь древнеримского бога торговли Меркурия. Почему? А потому, что она движется по небу быстрее других планет. Для лепки агрессивной Венеры также понадобится смесь оранжевого и коричневого. Но второго цвета в этом случае должно быть побольше. Венера – вторая планета от Солнца. На ней, как и на Земле, есть атмосфера. Это такая воздушная оболочка. Только в отличие от нашей земной состоит не из кислорода, а по большей части из углекислого газа. Поэтому дышать на Венере невозможно. Да и на ее поверхности очень жарко. Вот и нет там ни растений, ни животных, ни бактерий. Земля – родная и единственная для нас планета. Для ее лепки подготовьте синий шарик и зеленую лепешку. Налепите лепешку на голубой шарик, раскатайте, разгладьте поверхность пластилина. Земля – это голубая планета. Третья по счету от Солнца – наш общий дом. Здесь мы живем. Животные, люди, рыбы, птицы. Сделайте маленький, но воинственный Марс из красно-черной смеси. Марс – красная маленькая планета. Четвертая по счету. На ней очень мало кислорода. Почти нет. Также почти нет воды. Хотя ученые ее все время ищут. Ведь когда-то ее, возможно, было на Марсе очень много. Подготовьте большой коричневый шарик и бежевые волосинки для создания Юпитера. Юпитер – самая большая, пятая планета Солнечной системы. Юпитер состоит из газа. Его и называют газовый гигант. На его поверхности постоянно происходят бури и вихри ветров. А сама планета, несмотря на размеры, очень быстро вращается вокруг своей оси, как волчок. Приступаем к Сатурну. Берем опять коричневый цвет. У него должно быть вот такое полевое кольцо в виде юбочки. Сатурн – красивая и необычная планета, шестая от Солнца. Ее удивительная особенность, которую можно увидеть в Земле в телескоп – это кольцо вокруг планеты. Выглядит кольцо как диск. Только на самом деле это не сплошной диск, а тысячи-тысячи мелких камней, осколков, астероидов и пыли. Уран можно сделать из синей-серой массы. Уран – таинственная планета, седьмая по счету, которая по непонятным причинам лежит на боку и вращается совсем не так, как другие планеты. У урана необычный синий цвет, и он выглядит как круглый, с ровной поверхностью мячик. Нептун будет у нас синего цвета. Нептун – ледяная, очень холодная планета. Восьмая по счету, находится очень далеко от Солнца, поэтому солнечные лучи почти не достигают поверхности этой синей планеты. На Нептуне дуют сильнейшие ветра, и поэтому погода на ней не просто зимняя, а по космическим меркам совсем холодная. Плутон – когда-то эта планета была девятая по счету и входила в Солнечную систему, но оказалось, что она слишком мала для звания планеты, и ее теперь называют карликовой планетой, и ко взрослым планетам с названия не пускают. Может, Плутон еще совсем младенец, и ему просто надо подрасти? Когда все планеты готовы, настало время расставить их в правильном порядке. Учитывая, что планета находится на разном расстоянии от Солнца, то и, соответственно, шпажки для прикрепления планет к Солнцу тоже разной длины у нас. Начнем по порядку. Вспоминать, перечислять и лепить макет нашей Солнечной системы. Встречает первым солнечные бури неуловимый маленький Меркурий. Второй за ним летит Венера, а третий кружит карусель, земная наша колыбель. Четвертый Марс, планета ржавая, красно-оранжевая самая. Пятый Юпитер, очень уж большой. Шестой Сатурн, в шикарных кольцах. Очаровашка, под лучами Солнца. Седьмой Уран, прилег как лежебока. Восьмой Нептун, четвертый газовый гигант, в красивой голубой рубашке Франт. Дорогие родители, вам на заметку. Яркий пример стихосложения с целью зафиксировать в памяти очередность планет могут служить следующие. Медведь выходит за малиной. Юрист сумел удрать низиной. Мы все знаем, мама Юли утром встала на ходуле. Можно, конечно, не складывать стишок, а просто подобрать слова на первые буквы в названиях каждой из планет. Маленький совет. Чтобы не перепутать местами Меркурия и Марс, начинающиеся с одной буквы, поставьте в начале ваших слов первые слоги. МЕ и МА. Например, Местами виднелись золотые машины, Юлили, словно увидев нас. Таких предложений вы можете придумывать до бесконечности, насколько фантазии хватит. Одним словом, пробуйте, тренируйтесь и запоминайте. Вот такое интересное астрономическое занятие по лепке мы с вами сегодня провели, ребята. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова